На фоне этого гиганта и впрямь ощущаешь себя моськой. Прославленный в СМИ и соцсетях бутылочный слон, наконец-то обрел законченный вид. Сегодня свое детище оценивают родители мамонтенка. Дмитрий Коробов предложил создать скульптуру. Максим Черепанов нарисовал сам проект. По его эскизам на Соломбальском машиностроительном заводе варили каркас слона Потама. По разработке металлоконструкции у меня был небольшой опыт. Высота слона 8,3 метра, ширина 6 метров, длина 13 метров. Значит, тоннаж 2,7 тонны, общий вес 1,5 тонны, из которых это бутылки. Половина бутылки, то есть получается всего собрано бутылок 3 тонны. Сколько же было выпито за здравие этого долгостроя от искусства и не сосчитать. Хотя почему? Дмитрий Коробов уверяет, более 45 тысяч бутылок. Почти полгода их опустошали всем городом. А ведь организаторы рассчитывали собрать необходимое количество тары к 22 сентября, то есть ко Всемирному дню защиты слонов. Не вышло. Северный лют оказался столь же тяжелым на подъем, как и сама скульптура. Поначалу в специально расставленные красные баки для сбора бутылок летело все подряд. Пластиковые тары в них было от силы 15%. Раздельная сортировка мусора, сборка развита плохо. То есть порядка 5-6 вот таких слонов, которые стоят у меня за спиной, в месяц перерабатываются по области. И больше 40 таких слонов просто выбрасывают на улицу. Соответственно, городская свалка растет каждый день, и это уже действительно формат глобальной экологической проблемы. Поэтому наш творческий проект перерос в большую экологическую акцию. Акция дала свои плоды. К концу года в красные баки архангелогородцы стали бросать практически одни бутылки. До сих пор приносят. Слону уже ни к чему, а вот благому делу утилизации очень даже. Может, кто не знает, но из пластиковых бутылок делают не только новую полимерную тару, но и, например, набивку для мебели, мягких игрушек, наполнители для подушек и одеял, флисовую одежду. А за рубежом уже внедряют проекты по строительству дорог из переработанной тары. Говорят, такое покрытие прочнее, а стало быть, и долговечнее обычного асфальта. Кстати, 45 тысяч бутылок позволяют застолбить за собой место не только в справочнике Гринписа, но и в книге рекордов Гиннеса. Похожая скульптура элефанта в литовском Каунасе вместила в себя на 3 тысячи бутылок меньше. Наши умельцы теперь готовят соответствующую заявку. Горожане идею поддерживают. Девушки, красавицы, скажите, пожалуйста, вы как вообще к этому арт-объекту относитесь? Очень хорошо относились, да, очень интересно. Дар очень рада, ну, интересно, как посмотреть. Вот так разосветно сделан, и бутылки уж не куда-то там, а вот именно сюда. Нам, наверное, нравится, что-то оригинальное. Много скептиза от людей, которые сами ничего не могут делать, я так считаю. А те, что могут, вот они сделали и показали всю красоту. Чем он тебе нравится? Красотой своей. Что он светится, горит. Сейчас волонтеры без устали тыкают слона карандашами. Проводят предварительные подсчеты. К тому же кое-что подлатать нужно. Вот мы видим, пузо вроде как не закрыто еще. Или так и должно быть? Ну да, это 31-го числа ветром вырвало. Там это не займет много времени починить. Нужно торопиться. По следам ремонтников волонтеров до конца месяца пройдет эксперт, который еще раз запротоколирует наличие 45 тысяч бутылок. Параллельно весь процесс должен фиксироваться на фото и видеокамеры. Потом составляется заявка, подтверждающая статус эксперта. То есть этот человек должен быть с высшим инженерным образованием в нашем случае, с опытом работы по специальности, который сможет все это посчитать, замерить, проверить и выдать именно экспертное заключение, что статуя действительно состоит из этого количества бутылок, что она определенных размеров, массогабаритные показатели и так далее. Он ставит свою визу, и это все отправляется вместе с фото, видео и фиксацией уже непосредственно в Великобританию. Там слона будут изучать специалисты книги рекордов. Говорят, дело может занять три месяца. Впрочем, и без международного признания слон уже выполнил свою миссию. Не только экологическую, но и отчасти маркетинговую. Привлек внимание к другому проекту. Это лофт-проект слон, который целью основной своей ставит объединение людей и дает возможность людям развиваться, учиться и работать с комфортом. Лофт-проект слон открывается в конце января по принципу тайм-кафе. Платишь за время, получаешь возможность интересно его проводить. На концертах, мастер-классах, воркшопах. Будет тут и авторская кухня. За отдельную плату, разумеется. Кстати, а почему все-таки слон? Нам понравилось это животное. Оно самое большое, крупное млекопитающее на Земле. Оно красивое, мудрое, сильное. И мы подумали, почему нет. А что же скульптура? Когда слон только задумывался, организаторы, то ли всерьез, то ли в шутку, подумывали выставить его на аукцион. Глядишь зоопарку, какому пригодится. Но после того, как проект обрел экологическую миссию, все встало на свои места. После фиксации рекорда, если таковая будет, бутылки отправятся на переработку. А вот металлический каркас. Организаторы проекта предлагают, например, обтянуть сетчатой тканью, дабы скульптура получила вторую жизнь. Алексей Карельский, Евгений Зыков. 7 дней в регионе.